В эфире программа 112. Инструкция по безопасности. Мы расскажем вам, как не стать жертвой мошенников, что однажды может спасти вам жизнь, здоровье и имущество. И в начале выпуска сводка УМВД по Ненинскому округу за минувшую неделю. За прошедшую неделю на территории Ненинского округа зарегистрировано 155 происшествий. Из них с признаками состава преступлений 26. По 18 преступлениям лица, причастные к их совершению, установлены. Общее количество выявленных административных правонарушений на территории округа составило 260. Из них за распитие алкогольной продукции в общественных местах, появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения привлечено к ответственности 55 граждан. Изъято 7 единиц оружия, 20 боеприпасов. Зарегистрировано 19 ДТП с причинением вреда здоровью не допущено. За прошедшую неделю нарядами ДПС составлено 137 административных материалов. Выявлено 3 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Три не имели права управления. И один лишенный права управления транспортным средством. 20 марта в городе Наринмар произошло 3 возгорания в подъездах многоквартирных домов по улице Ленина. Возгорание локализовано, пострадавших нет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены трое несовершеннолетних, совершившие поджоги. Раскрыта кража двух колонок, которые были похищены 13 марта с уличной сцены, расположенной на площади Марацей. С 14 по 15 марта проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Условник», в ходе которого проверено 95 адресов проживания лиц условно осужденных. Проведено 34 профилактических беседы. 16 марта проведено профилактическое мероприятие «Автобус», по результатам которого проверено 25 единиц пассажироперевозящего транспорта. Выявлено три административных правонарушения. На минувшей неделе сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск» в целях розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших. По результатам разыскано три преступника и один без вести пропавший. 18 марта в городе Наринмар и поселке Искатели проведено специальное мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого проверено 285 единиц транспорта. Выявлено шесть административных правонарушений. Напомним, что на территории Ненецкого округа проходит всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», которая продлится до 25 марта. За последние 10 лет на дорогах России погибли около 350 тысяч человек. Цифры неутешительной статистики были озвучены на заседании Президиума Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения. Дорожную тему обсудили и в Ненецком округе. Данные таковы. В 2015 году на дорогах региона погибли 5 человек и 43 получили ранения. 350 тысяч человек или население целого города. Говоря о дорогах на заседании Президиума Госсовета, Владимир Путин отметил, в нашей стране слишком легко относятся к этой проблеме. По словам президента, каждое третье ДТП происходит из-за неудовлетворительного состояния дорог и низкой культуры вождения. Глава государства считает, строгое исполнение правил дорожного движения, следование норм грамотного дружелюбного поведения на дорогах – ключевая задача воспитания культуры вождения. и населенных пунктах. Но их количество остается, тем не менее, неоправданно высоким. Президент подчеркнул, решение проблем на дорогах – комплексная задача органов властей всех уровней, профильных ведомств и хозяйствующих субъектов. В Ненецком округе такой структурой служит межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. На прошедшем заседании была озвучена статистика за 2015 год. В частности, аварийность на дорогах Ненецкого округа снизилась на 32%. По данным госавтоинспекции, на территории округа произошло 39 ДТП. Основная часть приходится на Нарьинмар и поселок Искателей. На региональной автомобильной дороге Нарьинмар-Усинск совершено 3 ДТП и столько же на зимних автодорогах. Пять аварий с летальным исходом зафиксированы на территориях нефтяных месторождений и назимниках. Также на заседании проведен анализ преступности в регионе за 2015 год. В течение года сотрудниками МВД велась работа по пресечению незаконного оборота алкоголя. За нарушение правил розничной продажи спиртосодержащей продукции составлено 46 административных материалов. Изъято из незаконного оборота более 15 тысяч единиц продукции. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции. В 2015 году на территории округа зарегистрировано 52 преступления за незаконный оборот наркотиков. Половина из них уже раскрыта. В ходе очередного заседания антинаркотической комиссии представители правоохранительных структур и органов государственной власти региона сообщили о принимаемых мерах по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ и проводимых профилактических работах. В 2015 году на территории округа правоохранительными органами зарегистрировано 52 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Половина из них уже раскрыта. За совершение административных правонарушений составлен 81 административный протокол. Мировым судом на виновных лиц также была возложена обязанность пройти диагностику по наличию наркотической зависимости. В двух случаях нарушителям рекомендовали лечение от наркомании. С начала этого года на территории округа правоохранительными органами зарегистрировано 8 преступлений в данной сфере, составлено 7 административных протоколов. В целях выявления и пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди молодежи сотрудники ОМВД регулярно проводят проверки развлекательных учреждений округа. Активная работа ведется по выявлению каналов поступления наркотиков в округ из других субъектов. Для подростков постоянно организуют лекции и беседы профилактического характера. В этом году запланировано проведение комплексной операции «Дети России». Нарко- и алкозависимым лицам старше 18 лет предоставляется право один раз в год получать сертификат на прохождение социальной реабилитации и ресоциализации в специализированных организациях. 9 лет колонии получил житель Наринмара за хранение и сбыт наркотиков. По сообщению прокуратуры Павел Викторов незаконно хранил у себя в квартире наркотические средства и был задержан сотрудниками правоохранительных органов в июне прошлого года во время попытки сбыть своим знакомым крупную партию наркотиков. Суд назначил Павлу Викторову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Наринмарским городским судом Ненецкого автономного угла рассмотрено уголовное дело в отношении Виктора Павла Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии органов предварительного следствия Виктор ФВП в один из дней апреля 2015 года приготовил порошок-образную наркотическую смесь типа «Спайс» и сбыл ее своей знакомой «М». Также он пытался сбыть данное наркотическое средство гражданке В, которая участвовала в оперативно-рассудном мероприятии, проверяющей на закупках. Наркотическое вещество было изъято сотрудниками полиции. В судебном заседании Викторов вину в инкомбинированном деянии признал в полном объеме, а отдачи показаний отказался. Наримарским городским судом Викторов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1, частью 2 статьи 228. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время переговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и установлен в законном порядке. Четыре из десяти преступлений в Ненинском округе совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Цифры были озвучены на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. По итогам прошлого года в округе на 21% сократилось количество особо тяжких преступлений. В то же время тяжких преступлений по сравнению с 2014 годом стало больше на 14%. За отчетный период в округе совершено 9 убийств. 60% лиц, совершавших преступления, ранее были судимы или почти все находились в состоянии алкогольного опьянения. Так, жительница Наринмара получила 9 лет колонии за убийство. Наринмарский городской суд вынес приговор Ирине Сайгиной. Сайгина в один из дней августа 2015 года, находясь в одном из домов в микрорайоне Нового поселка города Наринмара, в состоянии алкогольного опьянения нанесла удар, несколько ударов ножом гражданину Ка, который от полученного ударов скончался на месте происшествия. Судима Сайгина вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, отдача показания отказалась, дала явку с повинной, в которой описала обстоятельства совершения преступления. Приговоры Наринмарского городского суда признаны виновной. В совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет с избыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время переговор законной силы наступил, может быть обжалован в установленном законопорядке. Гонки на снегоходах на приз героя СССР, героя России Артура Челенгарова и кубок губернатора Ненинского автономного округа по хоккею. Вопрос антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей – период подготовки проведения двух крупных событий в Ненинском округе с участием гостей из разных регионов России и зарубежных стран обсудили на заседании антитеррористической комиссии Ненинского округа. Памятка для граждан об их действиях при террористической опасности размещена на портале органов государственной власти округа и сайтах региональных СМИ. Это была программа 112, я ее ведущий Иван Никонов. Будьте внимательны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин